Под ее крылом четыре сотни пациентов. Самия Калимулова выбрала медицину еще в 91-м. Сегодня в родном селе Алогулова ее знает каждый. Спасать жизни приходилось в старом здании школы, где нет системы отопления, санузлов и необходимой материально-технической базы. Аптек в поселке тоже нет, а потому вопрос оказания первичной медицинской помощи стоял ребром. Этого события здесь ждали без малого 15 лет. И вот сейчас, когда уже на горизонте стоит новый ФАП, какие ощущения? Ощущения, как в сказке. Вот они вечером приехали и на утро уже поставили этот ФАП, как в сказке. Настоящая сказка. Люди рады и ждут этого события, открытия. Строительство фельдшерско-акушерского пункта начали меньше месяца назад. Сегодня здесь уже почти завершены отделочные работы. В отличие от своего предшественника, ФАП отвечает всем санитарным требованиям. Зонирование пространства, отдельная санитарная комната для инвалидов, а главное – горячее и холодное водоснабжение. По проекту отдельный прием для детей, отдельный прием для взрослых, процедурный кабинет, ботовая комната, которая действительно соответствует санпину для фельдшерских здравопунктов. Это даже, можно сказать, такие индивидуальные особенности. Отдельный туалет для пациентов и отдельный туалет для персонала. Первые пациенты здесь появятся уже осенью. К этому времени ФАП будет полностью укомплектован. По завершению отделочных работ пустые кабинеты заполнят оборудованием, сантехникой и системой хранения медикаментов. По проекту облагородят неприлегающую территорию. У нас будет заасфальтирован участок под автомобиль, будет сделан тротуар, пандус для инвалидов, забором ограждено, будут насаждения. То есть все предусмотрено у нас для людей. По нацпроекту здравоохранения на строительство выделено более 8 миллионов рублей. На 2021 год в регионе запланировано обновить 15 таких ФАПов. Александра Никитина, Владимир Куликов. Управда ТВ из Меликесского района.